Данный видео обзор посвящен палатке фирмы Alexico, которая называется Freedom 2 Plus. Что можно сказать об этой палатке? Ну, для начала начнем непосредственно с чехла палатки. Очень удобный чехол, который крепится такими вот двумя фастексами на затяжках, можно укомпрессовать по бокам. Также есть два дополнительных фастекса для тех же целей. Кроме того, данный чехол, когда мы его развернем, вы увидите, что можно вполне использовать как гермомешок. Также имеется вот такой карманец, в котором по умолчанию хранится такая инструкция, но он хорошо подойдет для всяких мелочей. Например, для ремнобора для палатки. Что касательно непосредственно палатки. Инструкция гласит, что весит она 3,2 кг, водонепроницаемость тента 4000 мм, водонепроницаемость дна 6 мм, алюминиевые дуги 8,5 мм. Раскроем и посмотрим комплектацию вживую. Итак. Вот непосредственно, как мы говорили, чехол, который может быть завернут вот таким вот образом и застегнут на фастексы. Тем самым превращаясь в водонепроницаемый бэг. Например, для хранения личных вещей и всяких полезных штук. Набор колышков. Что можно сказать про колышки. Вот такие вот, достаточно внушительные, алюминиевые, достаточно надежные колышки в комплекте. Это у нас дуги. 8,5 мм. На одной из них имеется желтая маркировочка. Это мы рассмотрим позже, при сборе палатки. Непосредственно темно-зеленый тент. С целой пучей штормовых растяжек. Как мы видим, все элементы крепежа, углы, растяжки, дублированы дополнительной тканью. Упрочнены. И непосредственно внутренняя палатка. Полиэстерное дно. И ярко-желтое внутреннее помещение. Такова комплектация данной палатки. Теперь мы... Итак, вот мы установили внутреннее помещение. Конструкция несколько нестандартная, но часто применяемая во многих палатках. Две параллельно устанавливаемые дуги, которые идут в перехлёст друг к другу. Которым и крепится посредством пластиковых крючочков непосредственно внутреннее помещение палатки. Сами же дуги устанавливаются в металлические люверсы. Тут же имеется часть фастекса, который будет крепиться и натягиваться в наружный тент. Всё сделано достаточно качественно. С любовью, скажем так. Имеется два входа. Здесь, как мы видим, и на противоположной стороне. Каждый из них имеет две собачки на такой достаточно хорошей, надёжной молнии. И продублирован противомоскитной сеткой. На случай, скажем так, жарких погод, всегда можно эту сеточку открыть или закрыть, в зависимости от положения дел на улице. В открытом состоянии обеспечивает максимально возможную вентиляцию. Теперь давайте посмотрим внутреннее содержание данной палаты. В полах откидывается. Есть специальные крепёжные элементы. Внутри она достаточно проста. Как я и говорил, противоположный вход. По торцам палатки имеются два вентиляционных треугольных окошечка. И на длину всего торца, разделённые на две секции, длинный сетчатый карман. Как и с той стороны. Палатка достаточно высокая. Два человека помещаются без проблем. Ну и, как обычно, в случае необходимости, можно втиснуть и третьего. Теперь мы накинем наружный тент. И посмотрим, как она будет выглядеть в полностью собранном состоянии. И вот наша палатка в полностью собранном состоянии. Сразу могу отметить, что бросается дополнительная дуга в глаза, которая крепится к тенту. Изнутри есть специальный сетчатый карман. И оставляется снизу в дополнительные металлические люверсы. Поскольку конструкция палатки несколько асимметрична, важно при установке палатки не ошибиться, в какую сторону должен быть центральный вход, дабы совпадали крепёжные элементы непосредственно люверсы. Как мы видим, на внешнем тенте все крепёжные места, будь то места крепления фастексов, растяжек и так далее, выполнены с добавлением мощной дублирующей ткани, что сильно упрощняет палатку и повышает её тактико-технические характеристики. Два вентиляционных окошка, которые открываются на таких специальных липучечных стоечках и с фирменной фишкой олексики, тут не очень видно, противоветровым клапаном, который при порывах ветра прикрывает вентиляцию, соответственно, при их отсутствии открывает её полностью. У палатки имеются два тамбура, два входа соответственно. Тыльный тамбур небольшой и достаточно объёмный передний тамбур. Таким вот интересным прозрачным окошком, что достаточно является интересной мыслью, улучшает внутреннее освещение палатки днём, а также, не расстёгивая палатку, можно без труда наблюдать погодные условия за окном, грустя вечерами, что касательно вместимости и объёма большего из тамбуров. Передний клапан тамбура может быть отстёгнут полностью и собран сверху при помощи таких вот специальных застёжечек. И, как мы видим, по объёму он очень вместителен. Вполне войдёт полевая кухонька, можно складировать на ночь, глядя, пару велосипедов, ну и в случае критической необходимости вполне влезет один, а то и два человека. Достаточно оригинальная конструкция. Также присутствует некоторое количество штормовых растяжек с регулировкой длины растяжки яркого цвета, что позволит не запутаться в пасмурное или тёмное время суток. Палатка для отдыха. Можно назвать её таким мини-кемпинговым вариантом. Для очень суровых условий, возможно, и не подойдёт, но для продолжительного отдыха на природе более чем. Такое вот чудо продаётся в нашем магазине. Обращайтесь, если вас заинтересовал данный предмет экипировки. Подписывайтесь на наши видеообзоры, смотрите наш канал. Для постоянных клиентов всегда хорошие скидки. Ну что можно ещё сказать? До встречи, уважаемые господа туристы! До встречи, Продолжение следует...